добрый день дорогие друзья мы продолжаем наше изучение торы недельная глава хорей и мы разберем интересную тему отечения души или карет пишется в наших книгах что три варианта карета человек жил праведной жизнью выполнял заповеди и не выстоял при какой-то заповеди не вы не выстоял нарушил что-то нарушил что получается что его наказание карет то есть он не доживет до 60 лет вот так но тем не менее жизнь будущем мире у него сохраняется это человек был праведником не выстоял второй вариант это когда человек жил не так то есть он имел больше грехов чем хороших дел тогда он лишается жизни будущем мире но число лет жизни может составить такое что он доживет до старости вот так он доживет до старости и и и третий вариант самый тяжелый что человек погрязывая в грехах и тогда он и умрет не дожив до старости и жизнь и будущем мире он лишается то есть вот такие три варианта это может заслужить есть и сделать обрезание за всю жизнь есть есть хамец в песах вот такие преступления за это может наступить и такое наказание хотя раши говорит что все вот эти виды наказания не написано коррект это все наказания в этом мире он так пишет такое есть тоже мнение рабе шлома из какие было соенной памяти теперь в этой главе ахарей мод есть еще законы а без радственности тора требует чтобы мы выстаивали в случае глаз наших мы смотрим глазами сердцем рвемся к тому что соблазняется наши глаза и вот хороший пример человека который выстоял это йосиф написано что йосиф год подвергался испытаниям жена патифара зуреха все время пыталась его соблазнить лях со мною и йосифу было очень тяжело выстоять но он все равно выставил как бы ему тяжело не было писано что йосиф отказался нашему цели ты говорят это было очень большим трудом всевышний ему помог перед глазами у него последний момент открылся образ отца и он последний момент выстоял тоже когда уже почти она его победила и за это написано что он получил в награду что он получает получает ожерелье на шею свою от фараона от фараона шея его не склонилась перед страстью и также получил кольца на руки свои тоже от фараона получает он кольца тоже символ власти потому что руки его тоже не что что он сделал человеку выдать замуж на другого человека этим человеком и было знаменитые от полки сын лаиша но он понимал в душе что этот поступок неправильный его тесте так называемого шауля царя шауля и он не прикоснулся никогда в михале потому что он был убежден что так делать нельзя вот так но перед судом если бы он так поступил суд бы его оправдал наши мудрецы пишут то есть он бы не был грешником в любом случае в данном случае грешником бы он не был и еще рассказано за одного человека который жил в египте были мужчина и женщина парень и девушка их обвенчали то есть засватали их все хотели пожениться тут напали враги и захватили их в плен так случилось что этот царь который их пленил он их обручил по закону той страны где они жили так правда прожили всю жизнь и когда он умер то его жена сказала воздайте честь и хвалу этому праведнику потому что он всю жизнь жил со мной бок о бок и ко мне не прикоснулся потому что у нас не было брачного договора она ему это сказала когда они пожили что мы не можем вместе потому что нет настоящего брачного договора и наш брак недействительный в общем этот человек так и ушел из этого мира не прикоснувшись к этой женщине живя вместе в одном доме они жили вот так то есть вот такие люди которые выстаивают им получена очень большая награда Всевышнего так вот хотя это очень все нелегко по еврейским законам если бы он просто с ней переспал со своей женой он ничего бы не нарушил да лучше жениться как положено и с кубой и с кольцом все 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 выполнить все но допускается такой брак просто начали жить и все она была бы его женой все равно и дети были бы законные все равно в данном случае когда не было возможности сделать как положено на хупу ну он и она не устрожили вот так вот то есть считали что все таки должно быть все как положено максимально а на сегодня наш урок заканчивается урок был дан за понятие души Мойша бен Давид Берт Абат Исрейль в памяти Павел бен Ефим Яков бен Ахум Владир бен Григорий за здоровье Давид бен Стелла Светлана бен Клара Шолом Йона бен Сара Шимон бен Эсхак Инна бен Абат Мира Борис бен Мария Мойша бен Маня Анна бат Ривка Рахель бат Лилия Полина пир бат Соня Сура Лена бат Лара Стелла бат Тейла Женя бат Ида Инна бат Дора Анна бат Елена Станислав бен Рахель Ефим бен Эстер Двойра бат Мирия Моисей бен Ева Ирина бат Двойра Йосиф бен Раиса Инесса бат Моэль Евгений бен Берта Евгений бат Ита Фира бат Анна Геннадий бен Елена Илнес Елена бат Инесса Ольга бат Светлана Йосиф Дан бен Сара Таня бат Фрида Ида бат Рива Вадим бен Татьяна Юлия бат Белла Яков Йосиф бен Рахель Шимон бен Мира Фейга бат Берта Ася бат Года Марк бен Нина Ира бат Вера Лермен Клара Рафель бен Клара Хана Цепора бат Сара Ида бен Хая Адива Ефим бен Соня Майя бат Фаина Алексей бен Ольга Клара бат Броня Гая бат Сарит Мазл Броза Ирина бат Ури Ароны Ре бен Ури За хороший дух Ароны Ре бен Двойра Низ бен Ахум Абигаль бат Сара Хана бат Аврагам Рафаэль Ари Лей бен Лариса Галя бат Гидалия Проноса и Брюд Ларина бен Рая Анна бат Александра Марина бат Рая Борис бен Марина Алексей бен Наталья Всего хорошего Олегу Марченко Всем браха Проноса Кавана Мазл ТО Что мы это время не грешили Учили ТОРу Всем желаю крепчайшего здоровья И пусть срочно закончится Эта страшная война И до следующих встреч Надеюсь настоится завтра в 15 часов ШАЛОМ